Во второй день конференции будут работать четыре деловые площадки. На них рассмотрят общие частные вопросы образовательных учреждений разного типа. Также в программе «Большой встреч» запланировано обсудить вопрос по аттестации педагогических работников в связи с введением нового порядка аттестации. Пока к другим темам. Бюллетеней много не бывает. Объяснять этот факт избирателям в единый день голосования возьмутся представители комиссии. Ведь каждый из голосующих получит на руки от четырех до семи бюллетеней. Количество бланков будет зависеть от места прописки избирателя. И разобраться не только в их количестве, но и предназначении придется каждому. Светло-голубые, оранжевые, зеленые, желтые и просто белые. Цветовая гамма главного документа на выборах в этом году приятно удивляет. Различные цвета – это не только способ защиты, но и памятка для избирателя. Каждому уровню выборов соответствует определенный цвет. Не запутаться в назначении бюллетеня поможет и его название. Каждый гражданин, придя в избирательный участок 14 сентября, обязательно получит три бюллетеня. Один для выборов губернатора и два бюллетеня для выборов законодательное собрание округа. Дальше все будет зависеть от места вашей прописки. Если вы прописаны в городе, вы получите бюллетень для выборов депутатов в городской совет. Если же вы прописаны в Заполярном районе, то к имеющимся трем основным вы получите еще два. Ведь там выбирают депутатов Совета Заполярного района. Ко всему прочему, если вы не просто живете в Заполярном районе, а прописанный вам Дармикоткино или Бугрино, то к имеющимся пяти бюллетеням вам дадут еще один. Ведь в этих поселениях выбирают главу. И больше всех бюллетеней придется заполнять жителям поселка Бугрино. Ведь там выбирают депутатов поселения. В итоге им придется заполнить семь бюллетеней. Количество уровней выборов повлияло на количество бланков. Только на выборы губернатора и депутатов окружного собрания их понадобится аж 95 тысяч. Они уже прибыли в округ из Архангельска с типографией «Правда Севера». Вместе с обычными бланками привезли и особые – для Каибов. Комплекс обработки избирательных бюллетеней позволяет автоматически подсчитывать голоса, облегчая работу избирательным комиссиям. У нас определены три избирательных участка на территории поселка Искателев, на которых будут использоваться как раз-таки вот эти Каибы. Поэтому для Каибов у нас изготовлены специальные избирательные бюллетени. Сколько бы бюллетеней ни было на руках у избирателя, ему не позволят в них запутаться. Члены избирательных участков будут консультировать и помогать голосующим.